МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В экономике есть понятие эффект низкой базы, когда впечатляющие темпы роста достигаются за счет изначально слабых стартовых позиций. Перед Рустамом Минихановым стояла принципиально иная задача, намного более трудная. Результат нужно было показать на фоне базы, как раз-таки и высокой. Примеров масса, когда разваливали даже самые крепкие и успешные регионы, а Миниханову нужно было не только сохранить, а приумножить, дать новый импульс в экономике, политике, социальной сфере. И это ему удалось. Самое главное, что я сохранил ту стабильность, которая сформировалась в период работы Митимир Шаревич. И мы нашли некие новые пути для того, чтобы Татарстан продвигался вперед. Оправданное было решение и выбор. К счастью, он оправдал и оправдывает доверие нашего населения. Когда ты над этим, или за это ты спокоен, что у тебя есть поддержка, это крылья вырастают. А как тут не парить на крыльях успеха Татарстану с его промышленным потенциалом и нефтяными доходами? Распространенный миф, который Рустаму Миниханову не раз и не два удавалось разбивать, в том числе и в ходе нелегких переговоров с Москвой. Нередко он занимает жесткую, неудобную позицию, но всегда аргументированную. Поэтому считаться с мнением Татарстана приходится и федеральным чиновникам. Пять лет не трогайте ничего. Вот поставили, давайте пять лет поработаем. Пять лет, значит, я буду понимать, сколько доходов мы заработаем и это. Вы принимаете решение. Движимое, недвижимое, движимое имущество. Это наши доходы. Почему такие решения? Когда думаешь, с кем посоветоваться, всегда звоню Рустаму Галевичу. А это говорит о том, что не только я, но и другие коллеги мои по правительству, о том, что всегда можно получить очень разумное заключение, объективное заключение по тем или иным новациям, которые всегда готовятся в правительстве. В целом от платежей нефтяников мы получаем 8-9%. А, интересно. Да. Даже я много раз бываю, все равно обладал этим стереотипом. Если в Татарстане на Хлебнике, Мениханов опять с какой-то своей бредовой идеей пошел, федеральный просит денег, не верьте. И если мы какие-то проекты представляем и просим поддержки, они все окупаемые. Один из наиболее удачных проектов Мениханова, конечно, особая экономическая зона Алабуга. Лучшая и самая успешная в стране. Все проекты реализуются под личным кураторством президента. Поэтому здесь он частый гость. Вот и 25 марта 2020 года, спустя 10 лет после вступления в должность президента республики, Рустам Нургалеевич со свойственной ему напористостью решает насущный вопрос. Сейчас это проблема изготовления медицинских масок. Нам маски нужно в республике. Давай договорись, без проблем, Пустам Нургалеевичу. Елабуга, Челны, Нижнекамск, опорной точки Камского кластера. Сегодня это крупнейшая даже в масштабах страны зона роста. Здесь сосредоточены ведущие производственные силы Татарстана и России. Мощнейший интеллектуальный потенциал. Здесь же работают специалисты мирового уровня. Любой комплекс, который в Нижнекамске запускался, он запускался с первого раза без никаких проблем. Здесь вот концентрация очень мощных специалистов. Это наше конкурентное преимущество. Казань же с располагающимся рядом Иннополисом считается не просто одним из самых комфортных и удобных для проживания городов России, но и центром новых передовых технологий. Продвижение его для Миниханова – это сейчас одна из первоочередных задач. В современной технологии, они полностью меняют наше мышление. Даже люди, которые в возрасте, они не замечают, как они уже втягиваются в это. И телефон с кармана забрали, потому что запись идет. Ты не можешь уже даже 10 минут находиться без связи, без сообщений. Было бы неверно считать Миниханова исключительно руководителем-технократом. Все эти 10 лет именно благодаря его усилиям Татарстану удается сохранять национальную тему в повестке. Сложная, но важная задача для президента национальной республики, учитывая, как Москва порой реагирует на вопросы, в частности изучения родных языков. Но делать это надо, как делает Рустам Миниханов – терпеливо и настойчиво. Исполнительная власть, я лично, комиссия, которая будет работать совместно, мы доведем те вопросы, которые нас беспокоят, до логического завершения. Эти 10 лет подарили нам массу ярких побед, открытий и непередаваемых эмоций. Есть чем гордиться и Татарстану, и его президенту. Ведь мы стали свидетелями лучшей в истории летней универсиады. Мы построили новый город Иннополис, провели незабываемый чемпионат мира по футболу. Именно в этот период были запущены уникальные не только для Татарстана, но и всей страны программы «Беля-Кяш», «Наш двор», программы развития городских общественных пространств, парков и скверов. Татарстан остается одним из самых инвестиционно привлекательных регионов страны. А успехи в экономике позволяют решать вопросы и в социальной сфере. Поэтому мы можем сказать смело, эти 10 лет мы прошли достойный путь с нашим президентом. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.